Друзья, вот ведь происходит собачья свадьба. Куча собак. У одной собаки течка. Она только что сама себе выходила со двора, сама заходила во двор. Вот это тусовка. А потом говорят, у нас ротвеллеры похожи на белых каких-то собачек. Все на свадьбу пришли. Ну, наблюдаем. Вот так потом говорят, это чей-то породистый ротвеллер. За ним бегают еще 7 человек. Хотя гости не подходят, она бегает за него. Такая дни берутся, другие вяжутся. Нужно помоблюдать. Вот это называется природная вязка. Вот так, молодец, да. Пищи поохраняются. Так и рождаются хорошие рабочие собаки. Естественный маргурин. Самый сильный вяжет. Потом еще сильнее запрыгивает, вяжет. Еще кто-то пристраивается. Подушка небольшая. Свадьбу устроили. Свадьбу устроили. Да не, я же не вам говорю. Вона устроила свадьбу. Свадьбу не можем не поменять. Тут мальчиков. Тут мальчики вон богат он и. Вон мальчик уже нахуй. Охи женихил понабежала. Да вы мне не уже писали за мальчика. Что хочу сказать по собачьим свадьбам. Что такое вязка, я думаю, вы перейдете по ссылке и посмотрите, как это правильно происходит. Но вы должны понимать, если у вас сука, будьте осторожны. Не дайте, чтобы другие кобели смогли прийти на свадьбу вот так вот в свободном доступе и сделать вязку. А эти люди мне писали, хотели найти кобеля. Но я думаю, что кобелей очень много пришло, есть из кого выбирать. А для того, чтобы не случилось с вами такого же, знайте время, когда сука течет, закрывайте ее обязательно. И не собирайте вот такие банкеты друзей у себя во дворе, возле двора. Продолжение следует...